Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! С вами Роман Карасьев, и сегодня я нахожусь в Турции, город Измит, где я встретился с интересным, на мой взгляд, человеком, Висхан Асанов. Он привез своих учеников из города Грозного, Чечня, на тренировочный лагерь, который проходит под патронажем олимпийского чемпиона Хусейна Оскана, и потом будет турнир, также на призы Хусейна Оскана. Мы поговорим о клубе дзюдо, который называется Беркат, и о дзюдо и самбо в Чечне, в Грозном, и также о тренировочном лагере. Так что, Висхан, спасибо, что вы любезно согласились со мной побеседовать, и, конечно же, давайте мы начнем с того момента, что, ну, во-первых, ваша семья, она такая спортивная, и ваши братья все в спорте, да, все занимались сам дзюдо, немножко расскажите. Вам спасибо, Роман, что пригласили меня, что пообщались, очень приятно. Ну, семья, да, спортивная у нас, а самый старший брат мастер спорта СССР под дзюдо, второй брат, как вы знаете, в советское время еще занимался домом, был мастером спорта СССР, а сейчас здесь, в Турции. И, как говорится, у нас не только мы, но и наши племянники, они тоже сейчас дзюдо, самбо, и сами мы дома работаем в школе, в школе дзюдо Беркат. Ну, вроде бы, так, в процессе, то все вроде бы. Почему так вот получилось, что дзюдо, самбо? Почему вот в вашей семье это развито? Это как-то родители этому способствовали, или как-то само случайно как получилось? Ну, знаете, Роман, во-первых, я хотел бы сказать, что когда я родился, отец у меня умер, я его не видел еще. У нас, трех братьев и сестру, мать одна растела. Но благо нам повезло, что у нас дяди были хорошие. Хотя их тоже уже живых нету. Особенно султан звали, дядя, который о нас очень заботился, о всем помогал. А мать у нас работала на жидовокзале, слесарем. Ну, в то время старшие двое братьев, вот, и особенно, если честно сказать, точно не помню, но мне кажется, висит именно, она стояла, чтобы у нас сосед занимались дзюдо. И он, мать, попросил, чтобы она его устроила на дзюдо. Тоже там же на жидовокзале находился локомотив. Назывался там главным тренером был Феликс Петрович Куцель, царство ему и небесное. Это основатель самбо и дзюдо Чеченской Республики. Ну, известная фамилия Дэй Куцель. У него очень много чемпионов. Ну, когда братья в первый раз сами подошли, Феликс Петрович их не взял. Сказал с родителями подойти. И после этого мать повела их. Так вот и поехал в династию Осановых, которая начала заниматься дзюдо и самбо с этого момента. Правда, старший брат рано бросил, обжегся в то время. А вот висит до конца и меня заставлял, когда ловил. В детстве я не любил, если честно, дзюдо я не любил. Я футбол очень любил. Я на футбол ходил, а висит меня на дзюдо тащил. Вот так вот я с ним. Сегодня клуб Беркат, который находится в Грозном. И я вот у вас спрашивал, мы сидели в Центре Олимпийской подготовки, вот здесь, в Измите, где мы уютно расположились. Спросил, как вообще, почему название такое Беркат? Да, Роман, вы спросили, и очень трудный вопрос задали, если честно. Это на чеченском какое-то слово? Да, на чеченском это слово. Беркат, это как бы, если на русский язык перевести, вот, вот скажем, например, вот вы получили кусок хлеба, и вы им, ну, рады. И мне, как говорится на русском, я сейчас не знаю это слово произвести, чтобы Беркат, это переживание, нет, нет, это как благодарность. Вот, типа благодарность, Беркат, это как бы благодарность, типа этого названия. Ну, его, правда, придумал брат, висит, висит и Амруди Эдельгири, они вместе его первыми названиями назвали его Беркат-клуб. И с тех пор он остался здесь. Ну, мне нравится такое слово, как благодарение такое, да, благодарность. А как сейчас клуб, вообще, в каком году впервые он открыл двери для учеников? И кто сейчас там занимается, кто может приходить? В общем, как обстановка с притоком учеников, с оттоком учеников, какие достижения у них? Ну, клуб у нас открылся, открылся в 2009 году. Висит приехал домой, он открыл его. Как я чуть раньше говорил, с Амруди Эдельгириевым вместе. Когда сняли в аренду маленький зал такой, на три года. Вот, и мы там начали работать. Ну, первоначально с новичками когда работали, висит еще здесь, в Турции находился. Он приехал, открыл, все настроил, нас, меня и брата двоюродного нам по группам определил. И сам уехал в Турцию. Ну, в основном с новичками, вы же знаете, первый год-два, это кувырки, падения, там, забегания, выкидки. Вот этим заниматься мы занимались. После, если не ошибаюсь, через год, кажется, брат полностью здесь все оставил, приехал домой и полностью взял под контроль все. И с тех пор у нас зал очень сильно развивался. Через нас, можно сказать, за эти годы, не соврав, тысяч 7-8 тысяч детей прошло через нас. Ой, это много, очень много. Общим, если взять за эти годы. Ну, вы же знаете, сначала поток идет детей, а потом потихоньку отсеиваются, и остаются основные. Ну, вот эта тенденция, то, что отсеивается, ну, вообще, насколько сейчас, ну, так, процент остающихся еще в дзюдо, продолжающих заниматься, ну, допустим, в начале приходит, там, смотрите, возьмем 100%, там, в завершении школы, как вообще ротация происходит это, как? Сейчас, где-то, первые годы, я могу сказать точно, да, вот до 15-го, до 17-го года оттеку 10-15%, 20%, от 100%. После 18-го года, даже до 19-го года, как вы знаете, в 19-м году пандемия у нас началась, вот в этот момент мы даже в это время пытались детей не оставлять, мы их через онлайн тренировки проводили, как-то договаривались, висит себе домой даже пацанов основного сборника, убрал, он у себя дома, представляете, дом у себя в зале тренировки проводил, татами ложил в это время и с пацанами занимался. Ну, когда полный карантин уже закрылись, двери вообще жестко туда было, тогда приходилось уже через онлайн делать тренировки, мы их делали. Ну, благо, честно сказать, еще могли поехать друг к другу на тренировки, но это ограниченное количество было. Вот, после пандемии уже, можно сказать, больше 50% детей уже не было на тренировках, 50%, от 100% отсеялось. Ну, кто-то заболел, кто-то уехал куда-то, кто-то уже не захотел вернуться, но... так случилось. Как вообще у вас тренировочный процесс? Самбо-дзюдо совместно идет или как-то вы разграничиваете отдельно группу самбо, отдельно дзюдо? Нет, у нас самбо вообще тренировки по категории идут. У нас теоретически самбо тренировки, и мы иногда выезжаем на День борьбы, в данный момент я рассказываю, выезжаем в Шали на День борьбы, там хорошая школа самбо у нас в республике, и у нас тренировки строго под дзюдо идут, потому что у нас основное это дзюдо. Ну, сейчас, ну, на самбо соревнованиях тоже боремся, тренируемся, а с дзюдо и самбо практически одно и то же. Единственное, там, самбо и ногами можно работать, за ноги брать, ниже пояса хватать, и болевые на ногу можно. Вот эти мелкие нюансы дорабатываем потихоньку. Ну, чтобы они и в дзюдо по привычке за ноги не хватались, так стараемся как-то сбалансировать эту ситуацию. Мы с вами предварительно говорили, вы сказали, что вот у вас есть и дети, вообще, ну, совсем маленькие дети, да, и постарше. Как вам, вот, возрастные у вас нормы, да? Сколько детей ходят? Маленьких, сколько там, средних и самые старшие группы? У нас каждый сентябрь месяц идет набор. Первого сентября мы не берем, правда, числа 10 сентября мы начинаем набор детей. Почему? Потому что первое, иди, чтобы они в школу определились, то утром будет, то после обеда в школе будет. Вот. И после этого у нас целый месяц идет набор. Если ребенок мучается после обеда, то он приходит на утреннюю тренировку. Если он утром мучается, то он приходит на после обеда тренировку. Например, для новичков, которых мы берем, понедельник, среда, пятница, у нас утром с 9 до 11, до пол 11 тренировки бывает. Те, кто утром мучается, после обеда у нас с 3, до пол пятого, до пяти тренировки бывает. Это для новичков. А те, кто у нас уже год-два занимается, они ходят вторник, четверг, суббота, неделю три раза, точно так же. Только у них то же самое время, с 9 до 11, с 3 до 5. Ну, плюс там еще они могут минут на 30 еще задержаться, там чуть-чуть поработать над рукавой. Вот у вас клуб. Это какое-то здание? Вы как-то арендуете его? Ну, это здание мы не арендуем. Нам его предоставили бесплатно вначале. А так за свет, за газ, это мы платим, а остальное... Вообще, как большое здание? Сколько у вас там? Один зал, два зала? Какие вообще есть условия для занятий? Именно для тренировочного занятия очень хорошие условия у нас. Вот почему? Потому что спортзал у нас, в общем, занимает, где мы занимаем 210 квадратов, где-то там у нас лежит один зал. Помимо этого есть душевые, раздевалки, парная есть. Все, что для детей, для тренировок нужно, у нас там есть. В этом зале. Ну, я вот так понял, что зал, получается, открыт, вы сказали, что с пяти утра уже начинаются первые занятия для спортсменов, которые уже такой, ну, высокая, да, результаты, хотя бы показывать, где тренируются два раза в день. Не закрывается, в 10 часов вечера. Это для того, чтобы они и тем, кому в школу утром надо успели, и те, кто учатся в университет, институты, чтобы они успевали. И вечером в 18.30 у нас вторая тренировка вместе с ними бывает. Но у нас в неделе 6 тренировок у них бывает. Дети маленькие с какого возраста приходят? Если честно, нам из 4 лет, из 5 лет приводят. Мы раньше брали всех подряд. Потом объяснили, почему мы брали? Потому что у нас не было ни гимнастики, ни плавания. А сейчас у нас есть и гимнастика, и плавание. Вы имеете в виду в Грозном, да? Да, в Грозном. И мы сейчас им предлагаем в этом возрасте на гимнастику, на плавание отдать детей, чтобы они в акробатическом состоянии, как бы сказать, слово забыло, чтобы они развились. Развились такие общие, да, развитие получили. И с 6-7 лет мы их уже берем, хотя с 6 лет мы их как-то чтобы они приходили в зал, поигрались, побегали, посмотрели. Ну вот как первый класс уже начинает идти в школу. Вот с этого момента мы уже с ними более серьезно начинаем работать. Самая старшая группа, какие у вас сейчас, какой возраст? Вообще, есть ли ребята, которые там уже за 20 лет? Да, есть ребята. Сейчас Исаев Абубукар, Шагириев Адам, там еще Дудиев Магомед, Саидов Юсуф, братья Ахтахановы. Ну их много у нас еще. Вот, например, вот Исаев Абубукар в 22-м году, до 21-го года стал чемпионом России. Шагириев Адам стал бронзовым призером России. Хотя от республики на тот год только 4 человека попало на Россию. И первые и третьи места заняли именно наши два пацана нашего зала Берка. Вот это Исаев Абубукар и Шагириев Адам. Точно так, как вы знаете, сейчас я сюда привез пацанок, пару человек, которые, среди них один 2006-го года, он в 22-м году строго по самбо у нас боролся. Он стал чемпионом республики, чемпионом СКФО, чемпионом в России. Потом стал серебряным призером Спартакиады по самбо. И конец стал чемпионом мира по самбо в Армении. Как его зовут? Это Довлетова Магомеда имеет. Но сейчас вот он здесь, но он сейчас уже больше на дзюдо переключился или все равно продолжается? Нет, все равно продолжает. И дзюдо, и самбо. Но сейчас он в этом году по самому почему не боролся? У него травма была. И мы его залечивали пока. Вот сейчас он вот только-только начинает потихоньку. И первый вот он очень сильно хотел именно на турнире Осиена Аскана отбороться. Очень меня просил, чтобы я его повез сюда. Мы же здесь были еще первый раз, когда проводили этот турнир имени Осиена Аскана. Правда, его не было, но я пацанал других привозил. Мы здесь 4-5 первых, пару вторых, пару третьих меня заняли. Всех, кого привез, без медали никто не уехал отсюда. Но после этого, мы уже, пандемия, так это странно. В прошлом году мы не смогли приехать по кое-каким обстоятельствам. В этом году все-таки решили приехать. Вот, привез более телку, а были паспорта, как говорится. Вот вопрос сейчас такой больше по тренерской направленности. Вы как тренер, вот какая задача для себя, какую задачу для себя вы ставите в тренировочном процессе? Что для вас важно? Для меня, в первую очередь, важно, чтобы дети не травмировались. И чтобы дети, которые занимаются у нас, они осмыслили суть жизни. Чтобы они понимали, что хорошо, что плохо. И очень большая надежда, что когда-нибудь, может, до моей смерти, может, после моей смерти, но какой-нибудь из моих учеников станет олимпийским чемпионом. Цель нашего Олимпиада. Европа, мир, Олимпиада. Основная цель. Ну, это желание, почему такое оно? Оно потому, что, ну, это такие высокие спортивные достижения, так сказать, ну, разрекламированные. Или, или все-таки, вот как ты сказали вначале, больше желания у вас... Вот что больше? Чтобы он стал чемпионом, или чтобы он, ну, вот, через занятия, ну, развил себе, такие, так назовем, общечеловеческие такие принципы. Для меня человечность – это прежде всего. Вы в процессе тренировочных занятий вообще ведете, ну, вот, как вы сказали, ну, какие-нибудь беседы с ребятами, может, какие-то философские, может, какие-то такие, ну, разговоры о мудрости, там, ну, что-то такое. Или, потому что все-таки, вот, допустим, вы ехали сюда на автомобиле, да, из Чечни в Турцию, путь не короткий. Я с детьми постоянно, вначале я всегда, когда, вот, первый раз открылся зал, вот, я был очень жестким тренером. Но со временем, может, с опытом приходят. Я понял одну вещь, что, да, жестким надо быть, в меру. Но надо пытаться найти общий язык с ребенком. Надо с этим ребенком общаться, чтобы он тебя не боялся, а чувствовал тебя как своего друга. Не только наставника, но и другом, чтобы ты его был. И после этого я постоянно пытаюсь общаться, разговаривать. Мы говорим обо всем, кроме политики. Потому что мы не политиканы, мы политика, ничего не смыслим. Мы говорим о дзюдо, о футболе даже, и о борьбе, и о боксе, о любом видах спорта. Даже можно говорить о ей природе, о школе, что можно, что нельзя. У нас, что хорошо, что восприимчивость хорошая у детей. Они слушают, когда ты разговариваешь, и воспринимают это лучше. Потому что, наверное, это с детства дома закладывается. Не знаю почему, но общение у нас обязательно. Тем более, после всей обстановки в мире пытаемся ребятам объяснить, рассказать, что правильно, что неправильно, куда не нужно лезть, где нужно послушаться, что спорт – это самый правильный путь. И, как вы сказали, вот мы ехали с Грозного суда, вот на километраже, я когда посмотрел, до этой точки, вот, дома, 1790 чем-то километров было. Вот мы вместе проехались. Я и раньше ездил сюда на машинах, и на приори ездил. Даже на баргузине сюда ездил. И на других машинах ездил, да. Но сейчас я приехал, вот, очень быстро я приехал. Я даже и не ожидал, что настолько быстро я смогу в этом году так добраться. Я рассчитывал, когда выезжал, на дня два-три пути. Ну, когда я подъехал к российской границе, там без проблем, все четко оформили, быстро проверили, пропустили. Поделал в Грузинской – то же самое. Никаких проблем. Пару вопросов задали, документы посмотрели. Эта процедура у меня раньше, в общем, где-то 5-6 часов, которая проходила, у меня сейчас прошла где-то около часа общего. Я был вообще в шоке. На такой степени хорошо поехал. По Лосевышнему Аллаху, конечно. И тогда сюда, вот, на Батуме, подъехал шар границы. Точно так же и грузины, и турки, без проблем. Сразу. Я раньше вот эту дорогу Грузии, грузинскую дорогу, преодолевал, скажем, где-то за 13-14 часов. Дальше, может, и 15. А сейчас я его преодолел где-то за 8-9 часов. Дороги там шикарные сейчас. Да, конечно, еще до Сапогузи строятся. Ну, сделали дороги тоже очень хорошо. У нас, в России, так знаете, дороги в последнее время очень часто хорошо делают. А в Турции вообще шикарно. 3-4 полосы, освещение. Я, нет, за полторы сутки добрался сюда, в общем. И на протяжении этого пути пацаны, видя, что я не сплю, и сами не сплю, говорят, отдыхайте, ложитесь спать, говорят, дни мы с вами поговорим, общаться, пообщаемся. И когда они спать захотели, говорят, может, лезьте себе спать, спать кляжем. Ну, давайте, остановились там. И лицена выходит, тренер, говорит, ты вот сзади ложись, говорит, поспи часок, а мы здесь рядом погуляем. Говорит, никуда не отходите, говорю, хорошо, час поспал, будят меня. Час прошел, говорю, да-да, глаза открывать не хочется, еще спать. И это один говорит, можешь, еще часок поспишь, давай, говорю, еще часок, куда нам уже торопиться. Вот так и приехали. Как вообще конкуренция в Чечне, дзюдо, самбо, ну, в частности, в Грозном? Ну, Грозный, можно считать, так, центром, да, наверное, развития дзюдо, или есть более такие сильные места в Чечне? Как конкуренция, как справляетесь с... Конкуренция очень жесткая, если честно сказать, у нас. Не только в Грозном, в республике, очень хорошие школы в Аргуне, очень хорошие школы в Атагах, малых и больших. И не только сейчас, их перечислять очень долго, много их появилось. И в Грозном, в самом Грозном есть, как вы знаете, наш клуб «Беркотт». Там есть еще и самое основное, это клуб «Эдельвейс Ахмат». Вот это самый серьезный клуб на сегодняшний день в республике. Правда, у них условия очень хорошие. Но конкуренция жесткая. Но эту конкуренцию надо выигрывать. Если хочешь стать чемпионом Европы, мира и олимпийским чемпионом, то надо работать и работать, стиснуть зубы и бахать. А так, если честно сказать, вот до пандемии у нас пару человек, пару десятков человек «Эдельвейс» ушло. Сейчас после этого пару человек туда же ушли. Ну вы спокойны к этому, когда выходит? Вот так, ребята, вы же сказали, что там условия лучше, какие-то финансовые, может, дивиденды есть. Вы как бы понимаете, что это нормально? Ну, мы же видим, что многие тогда из, даже там, футбольный, волейбольный клуб, да, люди, которые увеличиваются. Или считаете, что это не совсем корректно? Или вы договариваетесь, обсуждаете это с учениками? Вот, когда брат дома был, висит, он им всегда говорил, если вы считаете, что вам будет где-то в другом клубе лучше, чем у нас, не надо сбегать. Просто подойдите ко мне и скажите, вот я хочу, например, в «Эдельвейс» пойти, или я хочу пойти в «Аргон», или «Атаги». Все. Я сам за вас с ними переговорю, я им скажу, и вы будете, и вас будут оценивать выше, и вам, если что, будет место, куда вернуться. Наш принцип такой. Если человек хочет уйти, стоит ему только подойти и сказать. Но, к сожалению, не всегда так бывает. Говоря об условиях, когда вот вы ребенка с 5-6 лет растите, когда вы его доводите до того уровня, когда вы из своего собственного кармана, не государства, никто, а именно вы из собственного кармана тратите на этого человека деньги, дополнительно то, что государство делает, да, но и дополнительно вы. И этот человек, когда уже становится чемпионом республики, чемпионом Москва, чемпионом России, серебряным призером Кубка Европы, призером Кубка Европы, и этот человек, не сказав вам ничего, просто уходит. Вот это обидно. Вот это задевает чуть-чуть, если честно. Если человек подойдет и скажет, что ему там и там и лучше, мы его наоборот откроем сами туда. Но сегодняшняя система Чеченской республики, знаете, какая? Если человек дает результат, у него есть стипендия. Независимо, в каком он клубе находится. Ему школа высшего спортивного мастерства, ШВСМ, там директор школы Межиев, он, как директор, он ставит стипендии. Те, кто результат делает, независимо. Салам, может вы его слышите, чемпион Европы. Саламу Межиев? Да, Саламу Межиев. Вот. Он сейчас директор, он ставит стипендии. Да, конечно, они из своего кармана не знают, а то, что по закону положено. Сегодня есть сборная Чеченская республика. Там есть техническая область. Сегодня отбор идет на чемпионат республики отбор на СКФУ. Первая восьмерка автоматически подбирает на СКФУ. Если первая восьмерка попала на СКФУ, то проездка начинает живая республика. Сборная республики оплачивает. СКФУ, ты если вошел в шестерку, ты попадаешь на Россию. В республике, опять тебе это все оплачивает федерация. Федерация, я говорю, это Эдильвейс, сборная главная тренер, кто ты, Эдильвейс главный тренер, Аслан Шагиреев. Он им оплачивает проездки делать. Ну, конечно, они в своем кармане, как бы за бюджетные деньги. Я это к чему говорю? Не имеет смысла бегать никуда. Если ты хочешь бороться. Если ты наешь результат здесь, тебе будет и стипендия, и выезды, и проезды. Ну, вы вот с клубами общаетесь, то есть вы друг к другу приезжаете в Чечне, в Грозном, да? Есть дни борьбы совместные? Ну, у нас, в общем, всей республики неделю, один раз, в пятницу собираемся в ЦОПе, Центр олимпийской подготовки имени Владимира Владимировича Путина. Со всей республики все туда съезжаются. Там у нас день общей борьбы плохой. По пределу один раз. Ну, теперь хочу поговорить о тренировочном лагере здесь, в Турции. Как вам вообще обстановка? Как на баровне, сейчас вот закончились вчера, да, уже на баровне, четыре дня практически, они шли. По вашему ощущению, как вообще такой тренировочный лагерь набирает обороты, интересен? Знаете, как я чуть раньше говорил, я с 92-тысячного года здесь жил, 4-5 лет. И с тех пор я очень полюбил саму Турцию. Это очень красивый город. Люди добрые. Спортсмены, насчет сборов. Я вот сейчас смотрю вот эту неделю, в которой мы здесь находимся, и вы даже не дадите соврать. Проживание, питание идеальное. Организация на тренировочной все отлично. Во время тренировочного процесса на мой взгляд, самый оптимальный и правильный выбор поведения сборов. Я очень доволен всем. Если честно, если была бы возможность, чтобы на месяц остался бы здесь. Ну, единственное, о чем я сожалею, что не было грузинов на этих сборах. Правда, у меня там много друзей, знакомых, хотел их увидеть. Ну, думаю, на обратном пути увижу. А так все идеально, очень хорошо. По сравнению с прошлыми годами в сто раз лучше стало. И я думаю, с каждым днем все лучше и лучше будет здесь. Я, по крайней мере, по системе, по продвижению вижу, что это набирает обороты. И по количеству людей, которые приезжают, имея в виду спортсменов, которые приезжают сюда на сборы и в дальнейшем на соревнованиях будут участвовать. Будем надеяться, что на следующий год он будет какой-то кубковый турнир имени Василия Аскана. Он его заслужил, если честно сказать. Ну, соответственно, это увеличит приток участников со всей Европы, если даже со всего мира. Вы какие-то определенные ставили задачи своим ученикам на тренировочном лагере? С кем побороться? Что попробовать? Или как? Или такая свободная была тема задача? У меня в основном цель была двоих 66, которые у меня бороться будут. Я их свободно ставил, но им кое-какие инструкции тоже дал с кем бороться и как бороться. А вот который у меня 50 боролся, я его свободное плавание как говорится отдал, потому что там его надо было показать. Это его первый сбор, первый выезд. И сейчас над ним стоять и я бы его напрягал бы. А так свободно, но под моим чутким контролем. Он не видел, я его видел. Так смотрю, ребята нормально отборолись, хорошо провели сбор. Вроде форма в норме. Посмотрим на соревнованиях результат. Ну в завершении нашей беседы я хочу попросить вас Искану, расскажите какое-нибудь пожелание всем участникам тренировочного лагеря Кусейна Оскана и турниры, которые будут и вообще всему мировому сообществу дзюдоистов, самбистов. В первую очередь хотел бы пожелать здоровья, чтобы турнир прошел без травм. Все чемпионами не будем, но стремиться к этому надо. Желаю без травм провести соревнования. Организаторам хочу сказать большое спасибо. А всему мировому сообществу дзюдо хотел бы сказать здоровья и самое главное будьте неба на голове. Будьте людьми, прежде всего людьми. Вот что я хотел бы сказать. И вам сказать огромное спасибо. Спасибо вам, очень приятно было встретиться здесь. Так что уважаемые зрители приезжайте в Турцию на международный тренировочный лагерь на следующий год. Приезжайте в Гросны в клуб Бергат. Вот мы информации данные к видео там напишем. Может быть контактировать будете на сборы тренировки как-то. Потому что общение только через общение можно как-то находить контакты взаимодействия и понять ближе друг к другу. Личное общение это очень хорошо. Всего доброго. Спасибо.